МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Пять человек погибли в паводковых водах в Каркаролинском районе. Первая трагедия произошла недалеко от поселка Бесаба. Второе ЧП унесло жизни двух родных братьев из села имени Нуркена Абдирова. Этих смертей можно было бы избежать. Паводки у нас не впервые. Эта проблема повторяется из года в год. А теперь виноватыми делают нашего брата, который погиб. Вот уже пятый год жильцы рухнувшего дома микрорайона Бесаба не могут получить жилье от государства. Нам очень обидно, что в таком большом городе, как Караганда, для нас не нашлось уголка. Мы вынуждены скитаться по съемным квартирам. С банка от нас требуют погашения ипотечного займа. В субботу прозвенел первый школьный звонок. И это не первоапрельский розыгрыш. Свои двери гостеприимно распахнула новая школа в микрорайоне Кемдала. Пять человек погибли в паводковых водах в Каркаролинском районе. Первое ЧП произошло недалеко от поселка Бесаба на автодороге Бесаба-Каршоке. Автомобиль УАЗ с 13 пассажирами сорвался в реку. В результате погибли трое. Среди них 13-летний подросток. Второй чрезвычайный случай произошел в селе Нуркен. Два родных брата утонули в зоне обильного подтопления возле реки Копа. Семья Абельдиновых потеряла в трагедии. Под поселком Бесаба сразу двоих домочадцев. Клаву семейства Булата и его 23-летнего сына Жан Булата. Они и еще один подросток погибли в паводковых водах. Автомобиль УАЗ, на котором они ехали, сорвался в реку. В этот момент в машине находились еще 10 человек. К счастью, им удалось выбраться самостоятельно. Спасатели обнаружили тела погибших лишь на следующие сутки. Убитые горем родственники уверены, трагедии можно было бы избежать. В 7 вечера Аким позвонил моему брату и приказал ему привезти из села Каршока людей. Брат взял с собой сына и участкового. Это была эвакуация. Они посадили людей и поехали обратно. В пути в машину врезалась снежная глыба. Машина перевернулась из-за этого. Не из-за неопытности Булата. К тому же альтернативной дороги, как утверждают спасателей, там не было. Семья Абельдиновых намерена доказать, что виновны в этой трагедии местные власти. А между тем в областном департаменте по ЧАЭС провели экстренный брифинг с участием представителей Акимата, ЧАЭС и ДВД. По информации спасателей, никакой повышенной паводкоопасной ситуации в Каркарлинском районе нет. Естественно, это был перелив на том участке. И нельзя было проезжать на этом участке. Перелив по реке большой протяженности. Последствия, которые были размыты в районе водопропускной трубы. Глубиной где-то полтора метра, длиной порядка десяти метров участок был размыт. Уже это на следующий день. Поэтому вот просто нарушение безопасности. По словам чиновников, цель данной поездки неизвестна. Власти также отрицают, что погибший шофер был послан для эвакуации людей. По факту гибели троих человек начато досудебное расследование. По УАЗам возбуждено уголовное дело по статье 001, то есть смерть лица. А на сегодняшний день создана следственная оперативная группа, назначена судебно-медицинской экспертизой. Проводится расследование. Вторая трагедия произошла в селе Нуркен. Два родных брата утонули в зоне обильного подтопления возле реки Копа. Утром 2 апреля мы выехали вместе с утонувшим Дарханом на поиски лошадей. Когда ехали назад, уровень талых вод поднялся до 2-2,5 метров и смешался с речкой Копа, которая протекает рядом с селом. Мы не смогли самостоятельно переправиться и позвали на помощь. Приехали брат Дархана, Сайран и еще несколько мужчин. Решили привязать лошадей друг к другу и перейти в воду. Но случилась трагедия. Первым под воду ушел Сайран, а Дархан бросился за ним и тоже утонул. По словам очевидца, скорее всего, братья погибли. Сам же мужчина еще около 6 часов провел в степи, дожидаясь эвакуации. Все это время местные жители пытались переправить ему еду и теплые вещи. Спасти Сунгата удалось лишь в 5 утра. У погибших братьев остались семьи и дети. Данное ЧП также будет расследовано. Самое интересное в том, что спасатели оба случая с паводками никак не связывают. И этот случай также привел к тому, что они не справились с той силой волной, волной, которая имела место на этом участке разлива реки. И что привело к утоплению двух мужчин 36-41 года. Всего, по официальным данным, в области было потоплено 8 населенных пунктов. Вода потопила более 20 домов и дворов. Больше всего пострадали Шетский и Каркарлинский районы. 36 человек из отделения Акшагаджа Наркинского района эвакуированы в села Бидаик и Атасу. Возведено 2,5 километра временной насыпи. Выстроено около 9 тысяч мишкатары. Откачено более 7 тысяч кубометров воды. В этих работах задействованы 594 человек. Сотрудники ЧС предупреждают, период весеннего половодья еще не окончен. А.М. Амрина, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 119 семей, пострадавшие при обрушении жилого дома в микрорайоне Бесаба, до сих пор не получили квартиры. С момента ЧП прошло почти 5 лет, а многие семьи до сих пор живут по съемным квартирам. Многие из них покупали жилье в ипотеку. Сейчас они вынуждены приостановить выплаты по займу и снова ждать. Пять лет в ожидании чуда. Уже бывшие супруги Даурин Кадырбаев и Гулим Джетенова когда-то имели собственное жилье в седьмом доме в микрорайоне Бесаба. После того, как один из домов рухнул, а остальные были признаны аварийными, утекло немало воды. Однако банк, в котором был оформлен ипотечный заем на приобретение уже не существующей квартиры, по сей день ждет выплат по кредиту. А денег Даурину взять неоткуда. Обещанное властями жилье не дали до сих пор. Нам очень обидно, что в таком большом городе, как Караганда, для нас не нашлось уголка. Мы вынуждены скитаться по съемным квартирам. С банка от нас требуют погашения ипотечного займа. А за что платить? За несуществующие стены? Мы уже потеряли надежду и обратились в общественное объединение защитники Отечества. Хотим добиться справедливости вместе с Абельдой Абдикаримовым. Общественники и его подзащитные обратились в суд. Они считают, что в деле распределения квартир бисабинцам есть коррупционные махинации. В городском отделе ЖКХ по делу бисабинцев нам ответили, что кроме Кадырбаева без жилья остаются еще 190. Когда они получат жилье, пока точно неизвестно. В этом году, по крайней мере, планируется завершение это все. И полностью решение вопросов с бисабинцами в этом году. Осталось на сегодняшний день заселить 119 человек из числа пострадавших граждан бисабы. В экономическом суде по делу бисабинца журналистам запретили производить видеосъемку. По словам общественника, так чиновники пытаются замять это дело. Кроме того, Абдикаримов представляет интересы более 20 строителей, которые работали при возведении жилого комплекса «Шапогат». Люди до сих пор не могут добиться выплаты заработной платы от подрядчика. «Подрядчики незаконно выиграли тендер. У них не было никаких спецтехник, ничего не было. Как они выиграли? Одним словом, они купили. По нашим данным, они купили тендер. Это первое. Второе. Когда не работали, не выплачивали зарплату. Мы вмешались в эту ситуацию, потому что там работали афганцы. В связи с этим, когда мы начали немножко подавать прокуратуру, они взяли и в один день сбежали». У всех строителей, по словам Абдикаримова, есть на руках решение суда, согласно которым подрядчик под названием ТО «Отан» должен выплатить им деньги. Но взыскивать не с кого. Общественник заявляет, что их даже не ищут. Айя Мамрина, Исламбекоспан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Тело пропавшего кочегара Мирамбека Жиенбаева обнаружили в степи близ поселка Шахан. Напомним, что после взрыва котла в многоэтажном доме пропал кочегар, который отвечал за работу котла. Предположительно, мужчина умер от переохлаждения. Труп пропавшего мужчины нашли сельчане в степи между поселком Шахан и городом Сарань. Родственники уже опознали тело. Сколько оно находилось в степи, пока неизвестно. Однако, предположительно, мужчина погиб от переохлаждения. В настоящий момент тело передано на экспертизу. Труп мужчины случайно обнаружили жители Шахана 1 апреля. Тело обнаружили в 700 метрах от поселка в районе заброшенных дач. Мужчина лежал в яме, оставшийся от снесенного дачного домика. Найден труп кочегара. Жена опознала. На сегодняшний день назначена экспертиза. По результатам будет выясняться, от чего он умер. Проводится расследование. Уже установлено сельственной смерти? Без признаков насильственной смерти. Напомним сообщение об обрушении многоэтажного дома номер 4 третьего микрорайона в поселке Шахан. Поступило в областной ДЧС 1 января в 22 часа 40 минут. В доме рухнула часть четвертого подъезда. Погибли 9 человек. Среди погибших трое детей. Из них двое грудного возраста. Дежуривший в ночь взрыва кочегар пропал после происшествия. Его даже не успели допросить полицейские. Супруга Мирамбека утверждала, что он не мог скрываться намеренно. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский. Первого апреля прозвучал первый школьный звонок. И это не розыгрыш. В первый апрельский день распахнула свои двери новая школа-гимназия номер 102 в микрорайоне Кендала. В торжественном открытии принял участие глава города Нурлан Аубакиров. Символический ключ от новой школы Аким Карагандин-Нурлан Аубакиров вручил истинным хозяевам учебного заведения – школьникам. Градоначальник выразил уверенность, что новая школа станет эталоном реализации самых амбициозных проектов в сфере среднего образования. Школа построена по поручению лидера нации, президента нашей страны Руслтана Абишевича Назарбаева по программе «Нурлежон» для ликвидации трехсменного обучения в школах города. Все это делается для того, чтобы улучшить, прежде всего, качество образования. Ведь самым ценным, что человек может приобрести в жизни, являются знания. Без знаний не может быть ни созидания, ни творчества, ни развития. Дорогие ребята, гордитесь, дорожите своей школой. Мы уверены, что ваши достижения помогут стать этой школе одной из лучших в городе. Нурлан Аубакиров также отметил, что в городе более 15 лет не строились новые школы. В этом просто не было потребности. Но Караганда растет, население увеличивается, строятся и заселяются новые микрорайоны. В микрорайоне Кендала был открыт государственный детский сад Шан-Ирак, а теперь открылась и новая школа. На строительство, оснащение и оформление израсходовано около двух миллиардов тенге. Здание школы необычной планировки и пока единственное в городе. Почетные гости совершили небольшую экскурсию. Особое внимание обратили на новую столовую. Буквально на днях Аким области проводили объездки. Вот 20 лет у школы, там, конечно, другой будет. Это все ставим, понятно. Их поручения соответствующие нам дали. Сейчас мы будем полностью отрабатывать. Но это абсолютно новое оборудование. Все современное, без запаха, без ничего. Посмотрите, как красивая столовая. Такая веселая, да? Для детей, для дизайна. Обучение в новой школе будет вестись на казахском и русском языках. В школе-гимназии будут реализовываться учебные программы, обеспечивающие расширенное и углубленное образование по разным направлениям. Для этого имеются все необходимые предметные кабинеты. Физики, химии, технологии, информатики, оснащенные самым современным оборудованием. Конечно, в будущем мы хотим открыть класс робототехники. На сегодняшний день это очень детей интересует. И на сегодняшний день еще у нас есть блок отдельный, где, естественно, математического цикла. Три этажа. Поэтому шесть блоков школа рассчитана на 1200 мест. В новую школу-гимназию уже переведены более 20 классов из школы-лицея номер 101 и средней школы номер 23. Это учащиеся начальной школы и предшкольной подготовки вместе с педагогами. Прием учащихся в остальные классы с 5 по 10 будет производиться с 1 июня. И уже с нового учебного года школа заработает на полную мощность. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 68 дней осталось до начала специализированной выставки «Экспо-2017». Продажа билетов в Карагандинской области началась уже несколько месяцев назад. О том, на какой выставочный день попасть и как приобрести билет, расскажет Фариза Улбаева. По словам распространителей, с приближением начала выставки жители начали активно закупать билеты. Причем жители предпочитают купить его лично, не заказывая сайта. Среди покупателей Мохамбед Доскалиев, он решил приобрести билеты для всей семьи в отделении Казпочты. Судент технического вуза считает, что выставка откроет перед ним новые горизонты. А пропустить такое масштабное событие попросту невозможно. «Заинтересовало, конечно, это самое большое событие. Также, наверное, увидеть какие-то инновации, которые там могут показать нам на выставке. Также, как с технической стороны, может увидеть какие-то новшества в технологиях. И тем более в каких-то технологиях, которые будут не вредить нашей природе, которые остро стоят в Казахстане». Тем более билеты студента можно приобрести со значительной скидкой. Такую возможность имеют школьники и пенсионеры. А для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов всех групп, детей-сирот, а также детей возрастом до 6 лет, вход бесплатный. Есть билеты разных типов, различных ценовых категорий. Билеты с открытой и закрытой датой на будние и выходные дни. Цена билета от 4 до 8 тысяч тенге. На открытие и закрытие выставки, а также праздничные дни, в День Астаны и в День Конституции, пройти на выставку можно будет только по сувенирному билету. Его стоимость – 20 тысяч тенге. «Билеты с открытой датой можно будет потом обменять. Если билеты куплены на будний день, их можно обменять на фиксированную дату на будний день. Если билеты с открытой датой, то их можно обменять на фиксированную дату. Потом, когда клиент определится с датой непосредственно посещения выставки, как на будний, так и на выходной день можно будет обменять». Продажей билетов занимаются во всех отделениях Каспочты. В некоторых из них выделены специальные кассы. Помимо отделения и касс-почты, билеты можно приобрести на официальных сайтах продаж, а также специализированных кассах, которые находятся в крупных торговых домах, такие как ЦУМ, Ситимол и Таир. Стоит отметить, что билет на выставку Экспо-2017 сам по себе является подарком. Но организаторы мероприятия решили не останавливаться на этом и вручить ценные призы тем счастливчикам, которые приобретут не только первый билет, но и 2017-й, 100-тысячный, миллионный и 5-миллионный. Фариза Улбаева, Ужас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сотни карагандинцев вступят в ряды бизнесменов. Это стало возможным благодаря проекту прокуратуры Карагандинской области «Доверие населения». Очередная разъяснительная встреча с горожанами. Этому очередное доказательство. Советы по развитию личного дела прослушали и наши журналисты. Разъяснительные меры по поддержке разработки инновационных проектов продолжаются. На этот раз проектные возможности разъяснили жителям Казбикбийского района. На встрече организованной прокуратуры города присутствовали представители фонда «Дому» и Национальной палаты предпринимателей «Атамикен». В рамках данного проекта за неделю обратились уже 98 человек. Из них 17 человек направлены для аккредитования в банке второго уровня. 10 человек направлены для обучения, прохождения курсов основам бизнеса. А также 13 человек направлены для разработки бизнес-проектов. На встрече также разъяснили законодательство в части открытий и ведений бизнеса. Организаторы отвечали на вопросы, касающиеся строительства и аренды помещения. Участники встречи делились мнениями, обменивались опытом. Прозвучало много вопросов об участии в конкурсе на получение грантов в рамках государственной программы развития бизнеса «Дорожная карта 2020». Рассказали также о проекте «Доверие населения», дающее большие возможности, к примеру, кредитования на длительный срок на сумму до 18 миллионов тенге по 6% годовых. Проводятся также и бесплатные трехдневные курсы по бизнес-обучению. Также есть здесь направление гранты, то есть это выдача грантов до 3 миллионов тенге на безвозмездной основе. В основном это для стартаперов направление, для того, чтобы… Проблема существует в том, что у начинающих предпринимателей нет собственного капитала, и это как безвозмездные средства, которые дают им начало для своей дальнейшей деятельности. Но возникли и спорные моменты. При создании личного дела «Плохая кредитная история» и возраст старше 44 лет отстраняет вас от программы. Начинающим предпринимателям сейчас вообще редко выдают, так как за спиной нет опыта, и очень редко, и тяжело получить. Акция проходит вторую неделю, продолжится до 7 апреля. Проект, работающий только по Караганде, в дальнейшем охватит всю область. Фариза Албава, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 1 миллиарда тенге. Именно столько на сегодняшний день должны алиментщики своим детям. Это данные по всей Карагандинской области. Причины разные. И откровенные отклонения от уплаты алиментов, и бездействия судебных исполнителей. Такие данные были озвучены в управлении Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры. По сведениям Комитета по Карагандинской области, зарегистрировано около 20 тысяч должников. Общая сумма задолженности – более 1 миллиарда тенге. Низкий процент взыскания алиментов объясняется двумя причинами. Первое – у должников отсутствует возможность выплатить долг. Второе – ненадлежащее исполнение своих обязанностей судебными исполнителями. По состоянию на 31 марта на исполнении у судебных исполнителей находятся 22 542 исполнительных документа по взысканию алиментов. Из них у государственных судебных исполнителей около 11 тысяч, у частных судебных исполнителей около 10 тысяч. В соответствии со статьей 149 закона об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, реально исполнено государственными судебными исполнителями 1286 или 10 процентов, а частными судебными исполнителями около 5 процентов или 622 исполнительных производств. В ходе проверки выявлены бездействия судебных исполнителей в отношении должников. К примеру, у некоторых имелись квартиры, автомобили, однако к ним не было применено никаких мер. Около 16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Андрей Тен, Ажара Гибаева, Исламбеку, Спан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И последнее на сегодня. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» проиграл действующему чемпиону страны столичной Астане. Со счетом 1-2 завершился матч на Темиртауском стадионе «Металлург». Стартовый отрезок игры команды начали без особого азарта. Первая половина прошла в равной упорной борьбе, но безопасных моментов. Счет в матче открыли горняки. На 62-й минуте Михаил Габышев нанес точный дальний удар. 1-0. Под занавес игры Астана, проигрывая с минимальным счетом, все-таки смогла вырвать победу. На 88-й минуте издали пробивал Дмитрий Шамко. Но мяч до ворот не долетел, а попал прямо в ноги открытому джуньору Кабананге. Конголязец сравнял счет на табло, а после на второй, добавленной к матчу минуте, гости забили победный мяч. Финальный свисток судей зафиксировал победу столичной Астаны. 1-2. Комментируя итоги матча, наставник «Шахтера» Алексей Еременко заявил, что у него нет претензий к футболистам по самоотдаче, по выполнению задач на игру. К сожалению, не додержались в последние минуты. И главный тренер считает, что в последние минуты команда потеряла концентрацию. Игроки прижались к своим воротам, не использовали моменты в контратаках. Следующий матч «Шахтер» вновь проведет на своем поле. 8 апреля горняки будут принимать алматинский футбольный клуб «Кайрат», в котором играет небезызвестный Андрей Аршавин. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok